Добрый вечер, маленькие слушатели! Сегодня я вам прочитаю сказку «Серая шейка». Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный озабоченный вид, да, нелегко перелететь, тысячу с лишним верст. Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные птицы улетели, не дожидаясь холода. «И куда эта мелочь торопится?» – ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим, не понимая, о чем тут беспокоиться. Какой же ты, отец, накинулась на него утка? Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти. Ты это о серой шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я ей не виноват». Серой шейкой они называли свою дочь, у которой было перебито крыло еще весной, когда подкралась к выводку леса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже подумать страшно. Как мы покинем здесь серую шейку одну?» – повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна, одинешенька, да и совсем одна. Ведь она наша дочь. Как же я ее люблю, мою серую шейку!» Старая утка, видя приближение разлуки, очень-очень печалилась и с нежностью относилась к серой шейке. Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль, милую, бедненькую серую шейку! «Нужно отправляться, пора!» – говорили старики. «Наступит холода!» «Ну, трогай!» – громко скомандовал главный вожак. И стая поднялась разом вверх. Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Река, на которой осталась серой шейкой, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу. Раз со скуки серая шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел заяц. «Ах, как же ты меня напугала!» – проговорил заяц, немного успокоившись. «И зачем ты топчешься здесь? Ведь все утки давно улетели!» «Я не могу летать!» – лиса мне крылышко перекусила. «Когда я еще была совсем маленькой!» «Уж это мне лиса! Нет хуже зверя! Она и до меня давно добирается!» «Ты берегись ее, особенно, когда река покроется льдом!» «Как сцапает!» Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и серая шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством. «У тебя вот хоть и крылья есть, ты плавать умеешь!» – говорил он. «А я постоянно дрожу со страха. У меня кругом враги!» Серая шейка была в отчаянии, потому что не замерзала только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Огорчение серой шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая перекусила ей крыло. «А, старая знакомая! Здравствуй!» – ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. Давненько не виделись. Когда лиса убралась, прибежал заяц и сказал «Берегись, серая шейка, она опять придет!» И серая шейка тоже начала бояться, как боялся заяц. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила. «Соскучилась я по тебе, уточка! Выходи сюда! А не хочешь, так я сама к себе приду! Я не гордая!» Дело было утром. Заяц выскочил поиграть с другими зайцами. «Братцы, берегись!» – крикнул кто-то. На опушке леса стоял старичок-охотник. «Эх, теплая старушке шуба будет!» – соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из-за ружья, но зайцы его заметились и кинулись в лес, как сумасшедшие. «Эх, старуха, старуха! Убежала наша шуба!» – думал он слух. «Ну вот отдохну и пойду искать другую!» Сидит старичок горюет, и тут, глядь, лиса по реке ползет. «Так и ползет точно кошка!» Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не заметили утку. Старичок долго прицеливался, выбирая место для будущего воротника. Наконец грянул выстрел. «Вот так штукахнул старичок, разведя руками!» «Как эта лиса в утку обратилась?» «Ну и хитер, зверь!» «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка. «Убежала? А ты, глупая, зачем тут плаваешь?» А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. «У меня одно крылышко попорчено!» Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. Пусть шуба с воротником еще погуляет в лесу. Главное, внучки вот как обрадуются! Вот и сказке конец. Спокойной ночи!